Вейкап! С вами Вова Кэс. Фанаты плачут. Неужели Никита Златоуз все еще любит Катю Адушкину? Я боялся потерять. И я потерял. В новом альбоме Эльдар Джарахов раскроет свои секреты. Чем Янго удивил в новом клипе? Никита Морозов рассказал про свои страхи. В магазины я хожу только ночью. Как Марьяна Ро воюет с хейтерами. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про влогеров самым первым. Итак, Никита Морозов спустя длительное отсутствие на ютубе выпустил разговорное видео. Как оказалось, блогер является социофобом. Меня начали в первый раз узнавать на улице. Для меня это было просто жесть. Как бы странно ни звучало, но мне от этого было страшно. На меня иногда нападали, угрожали. Сейчас Никита делает все, чтобы избежать скопления людей. Я в принципе такой же социофоб. На улице я редко бываю один. В метро я не езжу. В магазины продуктовые я хожу только ночью. Напиши в комментариях, ты социофоб или наоборот очень общительный. Кстати, совсем скоро у Морозова выйдет первый сольный альбом под названием «Прекрасный». На данный момент у блогера уже имеется несколько клипов, набравших миллионы просмотров. Выход нового альбома наконец-то анонсировал и Эльдар Джарахов. Многие фанаты месяцами ждали его. А вопрос, когда альбом Джарахов стал неким мемом. Одно время блогер даже сменил ник в Твиттере на этот вопрос. Когда выйдет мой альбом? Скоро, ёптак. Скоро. Хотелось бы в мае. Альбом под названием «Rock'n'Droffle» выйдет в сентябре. Даня Поперечный, кстати, уже заценил демки и говорит, что это будет бомба. По словам Эльдара, в альбоме он рассказал то, что давно хотел, но боялся. Какие секреты он раскроет, узнаем совсем скоро. А ты ждешь? А вот Янго сегодня выпустил новый клип под названием «Kiki, do you love me». Как вы уже поняли, это пародия на нашумевший трек Дрейка. Именно под него до сих пор танцует весь Инстаграм. Необычность песни Яна в том, что он просто перевел оригинальный текст в гугл-переводчике. Именно поэтому мы слышим этот нескладный текст. А как вам такая идея? «Они должны сделать некоторые выборы, которые они использовали вне вариантов, потому что я ушел, и они не знают, когда это будет остановить». Новый клип, кстати, вышел и у Димы Ларина. Зрители позитивно отреагировали на эту работу. «Я так не хочу очинуть мыслями, как он бить, что угодно может так и жить, и грубо лучше не знать и жить, тем, кому улетать молодым». Правда, многие совершенно не поняли текст песни. Зато в видеоряд пишут, что крутой. Пока фанаты ждут загадочный японский клип Марьяны Ро, блогерша борется с хейтерами. Одному из комментаторов, который не ждет ее треки и клип, она ответила «Как и твои родители тебя». Другому хейтеру, который по-своему трактовал ролик с цифрой 4, Марьяна написала угрозу. «А как тебе такая реакция на хейт? Стоит ли так отвечать?» Никита Златоуст шокировал фаната в новом видео. Блогер решил порассуждать на тему любви. Не обошлось и без воспоминаний о Кате Адушкиной. Прежде всего, в качестве обоев на рабочем столе Никита поставил фотографию Кати. Блогер назвал бывшую любовь лотерейным билетом, который он потерял. «Я выиграл лотерейный билет. Я забрал к себе. Я запрещал. Я никого не подпускал. Я боялся потерять. И я потерял. И потом я страдал». По его словам, он имел неправильное понятие о любви. «Все. Теперь ты только моя. Никто к тебе не подойдет. Для меня это тоже никакого к любви отношения не имеет. Любовь – это когда ты не ждешь чего-то взамен». Многие восприняли это как попытку вернуть отношения с Катей. Некоторые даже плачут. Под последним роликом Адушкина ежеминутно появляются комментарии с призывом посмотреть видео Никиты. Они умоляют простить его и вернуться. Но некоторые уверены, что Никита пытается вернуть Катю только из-за ее растущей популярности. Что скажешь? Есть ли шанс, что они снова будут вместе? Напомню, что ребята расстались год назад. А у Кати уже несколько месяцев новый парень. Спасибо за лайки. Обязательно смотри предыдущие ролики. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока. И подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok